друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelive.com.ua меня зовут александр перед вами yumi rom x это смартфон который наверное заставит всех производителей дуги и хомтомы различные суббренды и так далее просто понять что они выпустили довольно таки слабенькие модельки что в цену 55 60 долларов можно довольно таки серьезно разгуляться и выпустить что-то вот на подобии yumi rom x выпускается данная модель вот в таком вот виде об этом немножко позже поставляется моделька вот в такой вот простой коробке здесь представлены все технические характеристики этого смартфона в комплекте есть зарядка зарядка у нас идет на 1 ампер и вот такой вот юсб кабель больше в коробочке в этой ничего особенного нет вот моделька выполнена в размере 5 5 дюймов выпускается этот смартфон вот в таком вот черном варианте и есть вот такой вот вариант золотой золоте конечно же как по мне смартфон выглядит немножко веселее немножко интереснее но выпускается он и в том и в том варианте в наличии есть и та и та модель на данный момент смартфон 5 5 дюймов здесь hd разрешение дисплея здесь есть три сенсорные кнопки они не подсвечиваются фронталка у нас на 5 мегапикселей датчик приближения освещения разговорный динамик и индикатор пропущенных звонков сверху у нас есть разъем для наушников вот этот ободок это полностью выполнено все из металла здесь нет ничего снизу у нас динамик есть micro usb разъемчик и бутафорская сеточка здесь микрофон представлен вот здесь он находится в районе сенсорных кнопок с этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения выключения задняя панель у нас имеет вот такой вот прикольный дизайн он закругленный ну по типу как сделаны вот эти вот последние самсунги с 6 с 7 без приставочек без приставочки edge вот такая вот прикольная форма у него крышка это пластиковая на ней собираются отпечатки пальцев но довольно таки незначительно камера у нас на 13 мегапикселей и двойная вспышка у этого смартфона есть логотип юми ром x под крышкой у нас расположился аккумулятор аккумулятор у нас идет на 2 500 миллиампер часов и есть две микросимки и работает смартфон с картой памяти карту памяти мы не тестировали на объем 32 гигабайта будет поддерживать легко по сборке я могу сказать что крышка довольно таки плотненько закрывается когда мы берем легонько смартфон на перегиб у нас ничего не трещит не хрустит и это очень хорошо и тем людям которые мне пишут глупые комментарии мол ты его еще в тиски засунь я поверьте я держал в руках ни один смартфон и ни один десяток и ни одну сотню уже на данный момент и там где он хрустит я говорю об этом где не хрустит как в данном случае я говорю что он не хрустит и сборка хорошая мне сборка нравится верить не верить это дело ваше включая смартфон залапал я уже довольно таки экран как вы видите что здесь отпечатки пальцев довольно таки серьезно остаются ну вот такая вот технология здесь ну как бы здесь наклеена в данном случае сейчас еще пленочка вот на пленочке остаются все эти отпечатки построена эта моделька на базе бюджетного четырех ядерного процессора мтк 6580 это четыре ядра по 1 и 3 гигагерца сейчас я запущу вам antutu в antutu эта моделька набирает порядка 20000 баллов это довольно таки средненький показатель ничего особенного в этом нет начнем с antutu 23 764 балла и по техническим характеристикам модель представлена на прошивке на андроиде 5.1 mtk 6580 графический ускоритель мали 400 hd разрешение 13 мегапиксельная камера здесь у нас идет 1 гигабайт оперативки и 8 встроенных можно подключить карту памяти плюс ко всему моделька поддерживает otg разъем можно подключить флешку мышку клавиатуру то что в таком бюджетном смартфоне сделали otg поддержку это конечно же радует 4 ядра здесь идет по 1 и 3 гигагерца мульти тач тест у нас двойное касание касание у нас вот такое вот так вот все работает то есть мульти тач лучше чем в аналогичных моделях ну конкуренты этого смартфона какие это дуги home tom ht 7 это дуги x5 ну вот такие модели которые примерно по цене 1800 2200 примерно вот так вот 5 мегапиксельная фронтальная камера и я уже говорил 5 android из датчиков здесь есть датчик освещения датчик приближения и в принципе все каких-либо тут других супер наворотов здесь нет экран конечно же радует если вы видели обзоры на дуги ht7 на дуги x5 то конечно же экраны против этого yumi rom x или yumi rim x конечно же проигрывают здесь очень сочная насыщенная матрица углы обзора максимальные все классно все супер выполнено никаких нареканий на экран конечно же у меня быть не может можно поменять различные настройки рабочего стола можно попросматривать различные красивые обои от производителя здесь это все реализовано в прошивке и никаких проблем у вас с этим не будет что касается звучание я тестировал звук в наушниках звук мне в принципе понравился для бюджетного смартфона очень даже серьезный уровень можно слушать музыку хороших наушниках я тестировал принципе нормальное звучание среднего уровня внешний динамик у нас рабочий вот этот который располагается справа звучание неплохое довольно таки все громко опять же в данном ценовом диапазоне ценовой категории все выполнено нормально вот максимальный уровень громкости звучание в общем хорошая громкая все нормально слышно ну и разговорный динамик мне тоже в принципе понравился работает этот смартфон с двумя симками слышно четко громко нормально никаких помех не присутствует как например есть некоторые моменты в дуге ht7 7 2 симки поддерживает наши сети полностью модель локализирована для рынка украины есть 2g 3g интернет никаких нареканий в этом плане тоже быть не может меня очень порадовало что производитель в таком бюджетном смартфоне сделал хорошую адаптацию прошивки под это железо и такие игры например как asphalt 8 например запускаются очень даже живенько и на таком бюджетном гаджете можно будет с легкостью поиграть в современные игрушки это очень и очень радует однозначно давайте посмотрим asphalt 8 идем дальше тестировал я в этом смартфоне работу аккумулятора аккумулятор нас заявлен здесь на две с половиной тысячи миллиампер часов результаты у меня по тестам аккумулятора следующие в антут тестере моделька показала 4407 я видел что у людей есть результаты в районе 5200 я могу сказать что для данного размера диагонали 5 5 дюймов 2500 с одной стороны как бы маловато но в целом смартфон показывает среднее значение нельзя сказать что это будет супер автономный смартфон ну и нельзя сказать что смартфон прямо разряжается у вас на глазах один день активного пользования и около двух дней в обычном стандартном режиме пользования gps я точно также тестирую каждый раз без каких-либо проблем эта моделька справилась с этим тестом спутники нашел быстро никаких сторонних манипуляций я не делал то есть тему кому важен gps знаете что и миром x он поддерживает все эти функции работает это все хорошо одной из самых сильных сторон данного смартфона в цене 2200 а в китае эта моделька стоит в районе 60 долларов я скажу что это камера камера у нас по многочисленным отзывам в интернете по многочисленным отзывам наших клиентов и обзоров сети и так далее очень хорошая 13 мегапиксельная камера как для данной ценовой категории качество действительно потрясает качество фотографии реально очень хорошее можно рассмотреть текст формата а4 можно сделать пейзаж какой-то вот она прогрузилась у меня все отчетливо видно никаких нареканий нет поэтому пока камере однозначно рекомендую однозначно модели конкуренты в данном ценовом категории в районе цена смартфона в районе 2000 гривен ну сто процентов никакой дуги x5 никакой дуги ht7 они не будут делать там тех фотографий того качества которое может сделать юми ром x единственное что добавлю что для того чтобы сделать хорошего качества фотографию нужно хорошее освещение когда у нас освещение плохое то камера может в некотором смысле немножко зеленить такое есть и без этого никуда матрица все-таки бюджетная фронталка у нас самая обычная ничего сверхъестественного нет и по поводу видеозаписи есть такой баг у смартфона если мы ставим качество хорошее по программному обеспечению эта настройка у нас на на full hd видео она в этом формате не снимает она выдает вот такую вот ошибку ошибка в процессе записи если мы ставим качество немножко ниже на высокое это по техническому по программному обеспечению это у нас идет hd то он без проблем все снимает и качество тоже довольно таки неплохой я еще на снимаю фотографии еще поснимаю видео и вы сможете их посмотреть в оригинальном разрешении в оригинальном формате уже в описании по ссылочкам под этим видео я бы хотел подвести итог модель в моих руках называется юмирим или юмиром x это бюджетник это модель которая сделала компания юми в самой минимальной цене эта модель как конкурирует с такими как дуги x5 дуги хомтом ht7 ht3 kitel у 7 pro и так далее по моему мнению данная модель является лучшей лучшей за счет чего за счет дизайна прикольного за счет металлического ободка за счет дисплея шикарного и за счет очень и очень классной камеры для такой цены камера по многочисленным отзывам по отзывам наших клиентов отзывам обзорщиков по отзывам людей которые купили эту модель на 4 pda форуме все в один голос кричат что камера для этого смартфона ну просто шикарная и можно даже сравнивать с более дорогими вариантами гаджетов по цене от 4000 гривен вот и это все правда я с ними согласен сборка мне тоже понравилось вот этот вот задняя крышка такого формата мне тоже интересно из недостатков я могу сказать следующее хотелось бы вы такой диагонали видеть аккумулятор на 3000 миллиампер часов но по тестам в принципе очень даже ничего и этот два с половиной работает также ошибочка в камере которая нам не дает снимать видео в формате full hd но скорее всего данное железо просто не может обрабатывать такое качество в нормальном fps и поэтому разработчики ну что-то видимо не доделали но опять же это не очень существенно это такие нюансы а вот то что мне не понравилось точнее как них как сказать не понравилось я просто не понимаю может быть это просто фишка такая производителя может быть это что-то такое вот интересное рассказываю ситуацию я знаю что данная модель существует нескольких партий и в первой партии смартфона отмечают люди фантомные нажатия сенсорного экрана фантомные нажатия сенсорного экрана это нажатия получать самопроизвольные люди пишут на форуме о том что если там как-то надавить на заднюю крышку смартфона то у нас срабатывают какие-то фантомные нажатия особые умельцы рассказывают о том что можно даже постараться задней крышкой нажать на какую-то иконку там у нас дотрагивается тачскрин до крышки до задней панельки прослойки и таким образом у нас получается нажатие у нас пришла поставка несколько моделей около пяти единиц это вот как считается как первая партия они в золотом в черном цвете и так далее у меня в руках фантомных нажатий не было на этом смартфоне и я все-таки склоняюсь к тому что это все глупости о том о чем пишут на форумах фантомных нажатий нет как я его не кручу как я его не верчу как я не нажимаю на заднюю крышку но нет у меня фантомных нажатий вот но есть один нюанс который я не знаю как это разобрать вот когда я возьму вот так вот смартфон в руки рука мне довольно таки большая я могу сделать вот таким вот образом что произошло у меня нажалась сенсорная кнопочка левая еще раз то есть я ладошкой вот этой частью своей руки дотрагиваюсь до какой-то из частей вот здесь заблокировал пальцем вот и срабатывает вот такое действие например девушка моя она не может так сделать вот как могу сделать я рука в разы меньше и поэтому вот такого эффекта у нее сделать не получается я не знаю достоинство это или недостаток или недоработка или это какая-то особая фишка быстрого доступа вот к этой кнопочки меню я не знаю но такой момент есть и его учитывать в принципе тоже можно в обычном пользовании правой рукой ничего такого нет никаких таких эффектов нету ничего не клацается если я просто возьму левой рукой дотронусь вот до туда то такой эффект есть и эффект в принципе стабильный и срабатывает каждый раз когда я так делаю вот такие дела на этом все данная модель это юмиром x подписывайтесь на наш канал подписывайтесь к нам в группу заходите к нам в интернет-магазин покупайте у нас юмиром x в золоте и в черном цвете я считаю что это очень классный вариант в цене до двух тысяч гривен или около того на этом будем заканчивать спасибо за внимание всего доброго вам